На встречу пришли 32 парламентария. Депутаты от партии «Яблоко» спросили о признании антимонопольной службой конкурса по междугородним транспортным перевозкам недействительным. Заместитель главы Олег Тельнов пояснил, что антимонопольная служба не признавала конкурс недействительным, а указала на ряд нарушений, которые надо устранить. Но в целом укрупнение лотов сказалось позитивно на работе перевозчиков. На сегодняшний день это независимая оценка, реальные цифры. Количество отмен рейсов, выполнение рейсов ненадлежащим подвижным составом сократилось в разы относительно ситуации, которая была до конкурса. Александр Худилайнин заверил депутатов, что перевозчики, выигравшие конкурсы, будут под жестким контролем. После того, как был выигран конкурс, у меня только в Коренете выигравший лот главный перевозчик был дважды. Очень жесткий был разговор о выполнении всех требований, которые мы сегодня видим к выигравшему эти лоты. Представители депутатского объединения «Гражданская платформа» поинтересовались, есть ли подвижки в вопросе о пудырском мегапроекте по добыче полезных ископаемых. Глава Карелии ответил, что на недавней встрече с руководством Федерального агентства по недропользованию обсуждался поиск лицензиата и подготовка аукциона на разработку пудырского месторождения. Обсуждали перспективу проведения аукциона на выдачу лицензии уже в следующем году на разработку пудырского месторождения. Безусловно, ценность его растет с улучшением транспортной доступности и энергетического обеспечения разработки этого месторождения. Кроме того, в проекте газификация пудырского района уже в 2018 году. «Газпром» согласится на прокладку трубы только при наличии потребителя газа, инвестора, который будет заниматься добычей полезных ископаемых. Представители ЛДПР спросили, что делает правительство для выявления серых схем добычи полезных ископаемых. Александр Худилайнин признал, что нарушения есть. Возможности проводить сплошной мониторинг пока нет. Но вместе с тем отметил, что в регионе действует программа декриминализации в добывающих отраслях. В ней участвуют правоохранительные органы и правительство. Порядок будет наведен, подытожил Худилайнин. Если по отгрузке щебня мы можем хоть как-то доверять этим цифрам, поскольку они контролируются объемом отгрузки через железную дорогу, через плавсредства, то, конечно, вывозка блоков, на мой взгляд, занижена значительно. И нужно наводить порядок, безусловно, о чем было указано сегодня силовым структурам и нашему министерству по природопользованию. Вопрос от партии «Справедливая Россия» касался участившихся случаев аварий на линиях электропередач в связи с непогодой. Исполняющий обязанности министра строительства Карелии Дмитрий Матвиец рассказал, что на случай чрезвычайной ситуации круглосуточно готовы 470 аварийных бригад. Это 670 единиц техники и более 2,5 тысяч человек. И за последние годы в Карелии темпы восстановительных работ значительно возросли. Представители компартии спросили о проблеме строительства водозаборов в Пряже. Деньги были выделены еще в 2008 году, однако выяснилось, что земля уже отдана в аренду недропользователям. Александр Худиланин на месте дал поручение создать комиссию по решению этого вопроса. После ответа на письменные вопросы депутаты продолжили задавать вопросы устно. По ряду тем было решено провести отдельные встречи.